Один из самых желаемых навыков, которым хотелось бы овладеть большинству людей, это умение грамотно распоряжаться деньгами. Это непросто, даже не все взрослые успешно справляются с этой задачей. Тем не менее, учиться этому лучше с самого детства. Это и послужило основной причиной создания городского фестиваля «Финансовая грамотность». Организаторами проекта стали многопрофильный центр детей и молодежи города Бреста и Брестское областное управление номер 100 «Беларусьбанк». Мы, система дополнительного образования, преследовали такую самую главную цель, дабы, чтобы каждый современный ребенок, независимо от возраста, сумел пробудить в себе интерес к тому, чтобы развивать в себе умения и навыки, именно чтобы распоряжаться, в конце концов, своими детскими деньгами, чтобы ребенок мог правильно к ним относиться, чтобы он понимал, что такое деньги, что деньги тоже нужно зарабатывать. Проект охватывает детей от 6 до 17 лет в разных творческих номинациях, таких как проза, поэзия, сказка за сказкой, плакат, рисунок на тему «Мой кошелек», бизнес-проект «Мое собственное дело», обучающая игра, презентация, мультимедийный ролик. На конкурсе представлены 72 работы, что важно, авторы работ очень старались, главное, сами для себя они уже понимают важность этой темы и через свою работу пытаются рассказать это обществу. При написании своей басни вдохновилась этой темой, потому что сейчас это очень актуальная тема, сейчас нужно в любом возрасте знать про финансовую грамотность, про то, как правильно распоряжаться деньгами, потому что сейчас очень много мошенников, ну и это просто нужно в быту. Я как ученик 11 класса, которому в будущем предстоит еще профессиональная карьера и так далее, да в принципе, жизнь, я правда очень заинтересована была, а что же мне делать дальше, а как мне потом, когда я уйду из содержания родителей, как мне дальше оплачивать какие-то свои счета, как мне стать по-настоящему финансово независимой. И этому посвящена моя работа, которой я в принципе и выиграла, с которой второе место. Абсолютно каждый участник конкурса получил в подарок от Брестского областного управления номер 100 Беларусьбанк книгу по финансовой грамотности «Грошик». Победители трех призовых мест были достойно награждены памятными монетами и сувенирной продукцией. В нашей стране сейчас уделяется большое внимание мероприятиям по финансовой грамотности населения и особенно детей и молодежи. Многопрофильный центр детей и молодежи обратился к нам с предложением запустить пилотный проект фестиваля городского «Финансовая грамотность». Мероприятие получилось масштабным. Конечно, нас очень восхитили и все работы, которые были представлены. Некоторые работы просто заслуживают особого внимания. И я думаю, что они будут отмечены первыми призами. Партнером фестиваля выступило машиностроительное предприятие «Компо». Его генеральный директор Элла Джангозова также вручила ребятам ценные подарки от компании и в своем обращении к детям подчеркнула важность этой темы. Я очень рада, что есть такой проект, что организаторы создали условия для того, чтобы хотя бы элементарные азы, основы финансовой грамотности дать подросткам, чтобы дети начинали думать о том, как правильно вообще управлять финансами. И что финансами надо управлять. Вот это самое главное, я считаю, что нужно закладывать с юных лет. Математика не научит правильно обращаться с деньгами, копить их и разумно тратить. Правильное отношение к финансам – это привычка, которую всем родителям следует развивать у детей с самого детства.